Мэри и Питер оплакивали своего покойного сына, погибшего в ужасной аварии. Каждый день они ходили к его могиле. Тем не менее, примерно через месяц они обнаружили, что кто-то всегда опережал их. Каждый день на его могилу клали новую розу. Но кто приносил эту розу? У Питера было решение, он поставил камеру, чтобы определить, кто это. Но когда он увидел этого человека, он был ошеломлен. Питер и Мэри возвращались домой, после получения записи с камеры. Они были очень взволнованы, но ничто не могло подготовить их к тому, что должно было случиться. Они ждали до следующего дня, чтобы посмотреть видео. Питер и Мэри были переполнены адреналином и сомнениями, и им нужно было убедиться, что они принимают правильное решение. Когда экран дернулся и появилось всплывающее окно, Питер и Мэри наблюдали. Все, что им нужно было сделать сейчас, это нажать кнопку воспроизведения, чтобы узнать, кто все время оставлял красные розы на могиле сына. Встретятся ли они с этим человеком? Родители Мэри и Петр так и не оправились полностью от смерти их сына Майкла. Ему было всего 18 лет, когда он погиб в автокатастрофе. С тех пор они были только вдвоем, с чем им тяжело было смириться. Похороны, конечно, были очень тяжелыми, но им повезло, что их окружало так много заботливых друзей и членов семьи. Пришло много людей, и они были благодарны. За такое короткое время Майкл явно оказал такое влияние на жизни людей. Они ежедневно посещали его могилу, принося в память о нем цветы и безделушки. Это стало для них ритуалом, а также способом быть с ним рядом. Но потом они обнаружили нечто странное. Мэри и Питер шли на кладбище в понедельник, но подойдя ближе к могиле сына, они обнаружили что-то на ней. Этого вчера здесь не было, заметила Мэри. Питер согласился. Зачем кому-то класть что-то на чужой надгробный камень? Мэри и Питер оба были озадачены. На надгробе лежала одинокая красная роза, и никто не знал, кто ее туда поместил. Они огляделись, но никого не было видно. Они обыскали могилы, окружающие надгробие их сына, чтобы увидеть, есть ли другие с красными розами, но Майкл был единственным. Они чувствовали, что это было странно. Первоначально они восприняли это как случайный акт щедрости со стороны незнакомца. Но каждый раз, когда роза увидала, появлялась новая. Их все больше интересовало, кто кладет эти розы на могилу Майкла, но выяснить это не получалось. Однажды Питер пришел домой с идеей. Что, если мы повесим камеры? Сказал он жене. Мэри была против, так как это нарушило бы политику конфиденциальности. Однако Петр не собирался так просто сдаваться. Он был полон решимости выяснить, кто кладет эти розы на могилу его сына. Поэтому однажды ночью, он покупает новую камеру видеонаблюдения и едет на кладбище, ничего не сказав жене. К могиле их сына подошел человек, одетый во все черное. Они ничего не могли сказать о том, кто это мог быть. Единственной отличительной чертой была единственная малиновая роза посетителя. Что это был за человек? Он вернулся домой и забрался в постель к Мэри, которая притворилась спящей. Она знала о том, что ее муж сделал той ночью, но не стала вмешиваться. Конечно, она тоже хотела узнать, кто этот человек, но она не призналась в этом своему супругу. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.